Веселую историю услышать не хотите ли? Итак, это рассказ про Влада и Настю, написанный 14-15 сентября, посвященный их свадьбе. Итак, друзья, вот перед вами Влад и Настя перед вами. Слова вода, любовь не выразить словами. Я долго думал, как всю эту историю сложить в рассказ, чтобы увидеть слезы смеха, сыплющиеся с ваших глаз. И вдруг внезапно снизошел в мой разум Будда. Со мной произошло земное чудо. Кто одобрительно похлопает, тот будет молодец. Тому захватывающая история и красивый для истории конец. Итак, в году 84-м родился симпатичный мальчик. Задорные глаза, животик кругленький и остренький кинжальчик. Отважный и отчаянный, опасный, но надежный диверсант. Вот посмотрите, как работает десант. Вот оцените, как втирается в доверие он иноземному шпиону. Зачекайте, как он врубает передатчик электронный. Он на задание выходит в бронированных трусах. Растет и крепнет наш пацан. Покойся с миром, Курт Кобейн. Тебя бы исключаем из эфира. Владыка был пельмешком милым, а стал кумиром. А креп, возрос, стал казаком заправским. В авторитете у порядочных людей. На зависть всем растет хозяйство, разводят поросят, коров, курей. Но грустновато казачку, он одинок и некому его любить. И чтоб сыскать себе невесту, приходится во всеуслышание трубить. С конем вдвоем по полюшку, и слезы катятся сами собой. То ли тоска, то ли воспоминания из детства. Но возвернулся он на хутор, обложился ноутбуками и принялся искать невесту. И неожиданно наткнулся на сокровище, которого не мог он даже ожидать. Принцесса Приднестровская, которую Анастасией звать. Он околдован образом ее, влюбился без остатка в красавицу с невероятно потрясающими пятками. Купив кольцо с огромным бриллиантом, он мчится к ней на водном самокате, управляя левым кантом. Взлетев почти что до небес, он шлет ей пламенный привет. И всматривается в горизонт она, улыбку шлет ему в ответ. Задав невероятно жирный релли, он приземляется к ее постели. Он предложил мороженое ей наедине. Пироженым успех скрепил вдвойне. Романтика, влюбленность, острота эмоций и головокружение. Она с улыбкой смотрит на него в знак своего расположения. Такой галантности и джентльменского подхода не видела она еще. Заводит он с полоборота. Ради нее он завязал с бандитским прошлым. И если раньше в одиночестве плескаться было можно, то с этого момента только вместе. Но мы, пожалуй, уделим внимание невесте. Листая прошлого страницы вместе с Настей, мы видим, что она всегда была прекрасна. Очаровательные черные косички. Очаровательная старшая сестричка. Цыплят с курятника таскала в образе лисы. На флоте на Балтийском до нее не видели такой красы. В трусишках умопророчительных и с рахитичным мальчиком на заднем плане. Ей всего восемь. Но знают все, что удивительно красивой она станет. Вуаля! Прошло всего немного лет. И от женихов, и кавалеров уж отбоя нет. Но с пламенной прической и слегка печальным взглядом. В мечтаниях сидит она с фотоаппаратом. Прошло еще немного лет. Фотоаппарат сменился на другой. Иконой стиля стала Настя. Шикарно фантастической и фантастически крутой. Изящный силуэт ее таинственный и скромный. Имеет Настя два достоинства огромных. Во-первых, как и никто другой, приводит равновесие души и расслабление. И во-вторых, она легко и просто поднимает настроение. И так бы им сто лет подряд в нирване обниматься. Но путешествие дух зовет. И Влад ей предложение строит, от которого она не может отказаться. Оказывается, чтобы обрести гармонию на веки вечные, им надо получить благословение от бабуина человечного. И вот они собрались в путь, и уж с пути им не свернуть. Преодолев на велике 190 тысяч миль, верхом на Владе продолжают они гонку. Остаток же пути, расслабив булки, делают они на камбоджийской джонке. «Давай быстрей, мой милый мальчик!» – Настя подгоняет Влада. Но зоо-детектива Эйс Вентуру подгонять не надо. Добрались до конец до пункта назначения вечером и слушают внимательно слова пророка бабуина человечного. Тот говорит, что если ищут они ласки океан и море нежное, то им придется Азию пройти вдоль побережья, придется Насте получить разряд по плаванию синхронному, а Владу отбиваться от чертей с ножом огромным. Придется Насте превратиться в свинопаука, а Владу превратиться в вечно пьяного сантехника. Придется побывать им в многопиксельной зловещей центрифуге и жареного толстого червя захавать на досуге. Придется Насте выгрызать зубами свое счастье, ну а владыке главное не растерять харизматическую конскую улыбку, когда на карту ставишь счастье, то нету права на ошибку. Пройдя все это вместе, трансформация пройдет сама собой, и вы достигнете эффекта просветления и станете семьей. Немного настороженно владыка смотрит на такой расклад. Но Настя рада, значит и владыка рад. Счастливая, почти святая Настя, погладим морской скачет, а для владыки это норма, он вообще красавчик. И разве можно не любить эту красивую и сногсшибательную пару? Я даже думаю, что вместо первенца они родят гитару. Счастливых вам мгновений и побольше, хоть мы не знаем сколько, но жизнь наверняка порадует. Ну а пока что горько! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова